Слава Богу, братья и сестры! Мне очень радо быть искренне на этом месте, потому что я уже раньше здесь проезжал на разные конференции, которые бывали. И иногда люди имеют желание, чтобы там быть, чтобы посвящаться с кем-то, кого-то узнать, например. Но мать была, например, такая вначале, но потом появилась такая, где я именно желал что-то особенное, то, что проповедовалось. И это была истина и Слово Божье. И я бы хотел сегодня прочитать одно место из Писания, которое находится в Иоанне, 15 глава, в 11 стихе. Сияя, сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершена. Сияя заповедь моя, да любися друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как есть, кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите. от отца моего, во имя мое он дал вам. Слава Богу. Это очень замечательное место из Писания. Но часть, которую я хотел тронуть, это именно 19, 16 стих, который говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего вы не попросите. от отца во имя мое он дал вам. Это интересно, потому что задал я вначале вопрос, вначале этого стиха, не вы меня избрали. Это очень интересно, потому что мы реально его не избрали. Он нас избрал. Я его не мог выбирать, я даже это не могу сделать сам. Видя после Адама, как он согрешил, мы видим, что земля, мы любим нашу плоть, мы любим то, что вокруг нас больше, чем всего. И чтобы даже это отвергнуть и сказать, я буду послужить Богу, это не является реальным для нас. Мы все упавшие, мы желаем иметь лучшую жизнь, стиль жизни, мы хочем иметь авторитет над другими. И это по-натуральному, мы не можем иметь такое желание прийти к Богу, потому что если Бог нам не открыл эту истину, то мы вначале не хочем желать эту истину. Мы желаем греху, мы желаем к похотям мира мировой. Мы видим это в израильском народе, как Бог их наказывал, когда они отходили от Бога, когда они отступали. Когда Бог говорил, если будете со мной, то я буду вас защищать, охранять, но когда они начинают отпадать, то Бог им все равно оказывает милость. Но получается, израильтяне, они полюбили богов, они пошли после своих похотей и служили другим богам, и пришлось Богу наказывать их, чтобы они возвратились. Они вначале имели Бога себе, но они потом его отвергали. И это очень видно в этом стихе, где мы его не избрали, но он нас избрал. Мы не желаем шукать Иисуса Христа, и даже некоторые люди вообще не хотят о нем слышать. Я бы хотел прочитать в Иоанне 3 глава, и буду читать по 17 по 20 стихе. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единого Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличиться дела его, потому что они злые. Когда Иисус пришел, как являющийся этим светом, который пришел надежду в сердцах, что мы могли быть искуплены и попасть в вечную жизнь с Иисусом Христом, с Бога Отца нашего Небесного, мы желали совсем другое, потому что когда мы увидели, что свет пришел, то мы заховались, мы не хотели, чтобы наши грехи были открыты перед всеми. И мы видим, что Он избрал своего Сына, Он отдал своего Сына. И когда этот свет пришел в мир, то мир его оттолкнул, потому что дела были злые. И мы не хочем, когда кто-то на нас оказывает, обличает нас, для нас это не очень приятно. Но есть большая проблема, потому что, если человек не хочет принять Иисуса Христа, пока есть время, то будет время, когда будет белый престол. И каждый человек должен прийти и быть судимым. И будет человек выбран, если он идет в ад или в рай. И вот он очень хорошо подумает, об этом хорошо задуматься, потому что пока у нас есть время на этой земле, есть прийти к Иисусу Христу, исправить наши пути, понять, что Иисус Христос, Он является нашей надеждой к спасению. Нет ничего, которое может изменить. Нет ничего вокруг, которое мы можем обратиться, которое даст нам спасение. Потому что всегда мы обращаемся в мир, оно всегда нас придет в погибель. Но если обращаемся к Иисусу Христу, то Он нас изберет из этого. И мы можем получить вечную жизнь. Иисус Христос, Он избрал нас. Он пришел, чтобы избавить от нас, от рука дьявола. Он пришел разрушить дела, которые дьявол старался строить. Иисус Христос пришел, чтобы спасти нас от грехов наших, чтобы мы могли искуплены через Его крови. Это сделано, Иисус Христос также это сделал, чтобы это прославить Отца Небесного. Он не сделал для нас, потому что мы такие особенные, потому что мы являемся что-то особенное в этом земле. Мы являемся ничего. Камни даже может лучше нас прославлять Бога, чем мы. Мы согрешили и лишены славы Божьей. Но по любви Божьей Он послал Сына Своего на эту землю, чтобы искупить нас, когда мы не заслужили, мы не достойны этого. Но Он дал это спасение, чтобы мы могли иметь эту вечную жизнь. И это как в Иоанне написано, что 17 глава, что это вечная жизнь, что мы познали Отца Небесного. Это не мы желаем попойти в небеса, думаем, что это будет рай, вот это мы желаем иметь, но чтобы желать познать Отца Небесного, как личного Отца, потому что вначале потеряли этот контакт с Богом, и теперь возможная, великолепная возможность теперь возвратить это отношение с Ним. И также, смотря на Иоанне, продолжая смотреть на это место, что Он избрал нас, Он нас искупил. И смотря, что Он не только избрал нас, но также и поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего вы не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Он не только нас избрал и искупил нас, но Он нам дал еще возможность, чтобы приносить плод, потому что это будет приносить великая радость Богу. Если вы видите сочное яблоко, которое очень спелое, которое очень прекрасное, вы хотите его взять, вы вкусите, он очень сочный, наполнится очень много соком. И когда вы вкусите, хотя бы один раз, вы хотите его второй раз, или третий раз, и потом может быть еще второе яблоко. И это очень радостно в сердце, чтобы вообще его кушать. А Богу очень радостно, когда мы приносим этот простой плод, когда мы исполняем его волю, идем и проповедуем Евангелие другим, которые не имеют эту надежду, не имеют этого спасения. Это великое благословение. И когда мы идем в эту миссию, а это уже начинается, будет четвертый год, то я вижу, как Бог приносит эту плоть, как я стараюсь исполнять его волю, чтобы он мог наслаждаться этим. Когда я нахожусь на этой миссии, то я вижу руку Божью, работающую на детей этих. И как эти дети? Эти дети, они нас не избрали, они не желали, чтобы американцы приехали с Украины, с Америки, чтобы рассказать нам о Боге. Они не избрали нас, они обо нас не думали, но мы о них подумали и туда пришли, потому что мы имели сердце Иисуса Христа в нашем сердце, чтобы оказать им любовь Божью, чтобы мы могли им рассказать об Иисусе Христе. Потому что Бог шукает трудников, которые будут работать во имя Его, которые желают оставить все, что они имеют здесь и пойти в другую страну, послужить там, где они никогда не были. Доверяться Богу, ставить всю веру в Иисусе Христе. Потому что если мы ставим всю нашу веру, всю нашу надежду в Его и делаем то, что мы избраны, то мы не будем лишены ничего. Мы будем наполнены радостью, силой, укреплением Духа Святого, чтобы исполнять Его Слово. Я бы хотел, чтобы мы помолились в этой молитве, чтобы Бог возбудил нас, чтобы мы могли об этом задуматься, чтобы Бог нас укрепил, чтобы мы могли начинать что-то для Него делать, приносить этот прекрасный плод, чтобы это было радостно Ему. Субтитры создавал DimaTorzok